Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Эльвира Зорина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Научный десант Казанского федерального университета высадился в Мензелинске. Открытие ученых КФУ позволит создать антисофилококковый антибиотик. Доцент кафедры психологии КФУ рассказал, как бороться с зимней депрессией. В Мензелинском педагогическом колледже имени Мусы Джалиля высадился научный десант. Масштабная просветительская акция приурочена к 215-летнюю Казанского федерального университета. Более подробно смотрите далее. 7 ноября научный десант Казанского федерального университета высадился в Мензелинске. Студенты и преподаватели Елабужского и Набирженчелнинского институтов КФУ представили вниманию местных школьников и их родителей увлекательную программу, в которой рассказывали о самых интересных научных достижениях современности. В специальных передвижных лабораториях гости мероприятия могли познакомиться с причиной возникновения природных явлений. На химической и экологической станциях ребята узнали о малоизвестных фактах из жизни животного мира и растений. С особым азартом посетители творческих площадок решали головоломки и собирали роботов. Очень интересно, познавательно, поучительно, очень нужно выезжать, мне кажется, с такими мероприятиями по колледжам. То есть, да, это будущие студенты, мне кажется, мы к вам обязательно должны приехать. Помимо интересных научных фактов, жители Мензелинска узнали об условиях поступления в Казанский федеральный университет. Будущие выпускники школ также смогли познакомиться не только с образовательной деятельностью вуза, но и узнать о творческих, спортивных и общественных достижениях студентов. Лилия Талипова, Айдар Нарумиев, Ислам Хамитов, Универньюс. Ученые Казанского федерального университета нашли способ воздействия на структуру белка – золотистого софилокока. Подробности смотрите далее. Ученые научно-исследовательской лаборатории «Структурная биология» Казанского федерального университета нашли новые уязвимые места в структуре белка, защищающие золотистый софилококк от антибиотиков. Бактерия золотистый софилококк является одним из наиболее опасных микроорганизмов для человека, вызывающих множество инфекций. Золотистый софилококк – это грамм положительная бактерия, которая вызывает большое количество внутри и вне больничных инфекций и существуют штаммы этой инфекции, которые устойчивы к большинству известных антибиотиков. И лечение заболеваний, которые вызываются этим патогеном, зачастую приводит к летальным исходам в клинике. Поэтому необходимы поиски путей для того, чтобы бороться с этой инфекцией. Среди комплекса причин распространения бактерий структурный софилококк выделяется его высокая устойчивость к стрессовым условиям, а также отсутствие специфичных антиструктурных антибиотиков. В патогенных бактериях в клетке структурный софилококк есть специальные защитные белки, которые вырабатываются во время стресса и могут сохранять часть генетического материала, рибосом, в неактивном состоянии. И это позволяет клетке, когда стресс проходит, часть этих неактивных рибосом заново задействовать в процессе синтеза белка. То есть, если активные рибосомы были подвержены действию антибиотиков и погибли, то вот эта запасенная часть рибосом, всегда присутствующая, она может быть заново использована, и клетка сможет продолжить свой жизненный цикл. Если нарушить этот механизм узла тестофилокока, то подверженность действию антибиотиков будет намного выше, и, соответственно, эффективность лечения будет намного выше так еще. Проведенное исследование является первой работой по установлению структуры белка методом рентгеноструктурного анализа. В нашей работе мы использовали метод рентгеноструктурного анализа, и с помощью кристаллографии решили структуру белка, который защищает стафилококк от антибиотиков. То есть, позволяет рибосомам стафилококка выживать в стрессовых условиях и с помощью полученной информации о структуре этого белка мы нашли активные участки его, аминокислотные остатки, которые функционально важны. Дальше мы сделали мутации этих остатков и показали, в каких вариантах происходит нарушение функции этого защитного белка. На данный момент совместно с сотрудниками научно-исследовательской лаборатории хемоинформатики и молекулярного моделирования Химического института КФУ ведется поиск потенциальных химических соединений, которые будут блокировать функцию белка и позволять золотистому стафилококку быть более подверженным действию антибиотиков. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз. 11 ноября планета Меркурий пробежит на фоне солнечного диска. Директор Астрономической обсерватории КФУ имени Энгельгарда рассказал об особенностях такого редкого явления. Все подробности смотрите в нашем сюжете. Грядет редкое астрономическое явление. 11 ноября планета Меркурий пробежит на фоне солнечного диска. Следующий подобный транзит состоится лишь через 13 лет. О том, как и где можно увидеть это явление, узнаем у директора Астрономической обсерватории имени Энгельгарда Казанского федерального университета. Это явление достаточно редкое. То есть оно происходит где-то 13-14 раз в столетие. То есть за век мы посмотрим на это явление 13-14 раз. То есть человечество. Но я хочу сказать следующее, что оно будет происходить 11 ноября в районе с 9 до 3 часов дня. То есть достаточно большой промежуток времени. Для подобного явления есть специальный термин. Транзит планеты. Его можно сравнить с солнечным затмением. Меркурий становится на одной линии с Землей перед Солнцем. Но в отличие от Луны он слишком далек от нас, чтобы закрыть светило полностью. Меркурий – самая быстрая планета в Солнечной системе. Он летит по орбите в среднем со скоростью 48 км в секунду. Но для сравнения Земля движется по орбите со скоростью 30 км в секунду. Прохождение Меркурия по диску Солнца делится на майский и ноябрьский. У каждого есть своя периодичность. Майский транзит Меркурия повторяется раз в 13 лет или раз в 33 года. А ноябрьский раз в 7-13 или раз в 33 года. Это маленький кружочек темный проходит по диску Солнца. Если вы используете темный фильтр, то, разумеется, Солнце будет казаться, как такой вот белый круг. А по нему идет кругленькая такая точка, даже, так можно сказать, небольшой кружочек. Транзиты Меркурия будут видны по всей территории России. Директор обсерватории рассказал, где и как можно будет увидеть его в Татарстане. Увидеть его можно, если будет хорошая погода, с любой точки в Татарстане. Единственное, что нужно обязательно иметь, это затемненное стекло. Дарья Курмышкина, Фарид Захит Аглы, Универньюс. Зимой у большинства людей снижается уровень активности и появляется безразличие ко всему происходящему. На вопросы, как с этим бороться, ответил доцент кафедры педагогической психологии КФУ Рамиль Гарифулин. Подробности далее. С наступлением холодов становится все больше пасмурных дней. С нехваткой солнечного света у людей хуже вырабатывается важное вещество – мелатонин. На фоне этого у большинства появляется чувство апатии, подавленности, отсутствия хорошего настроения. Именно так и появляется зимняя депрессия. Зачастую люди вгоняют себя в нее сами. Интересный факт. В холодное время года люди больше всего обращаются за помощью к специалистам, дабы решить проблему хандры. Многие не знают, как бороться с депрессивным состоянием и принимают решение просто жить с ней. А это неправильно. Есть масса способов отменить зимнюю хандру и начать радоваться зиме. Мы сами себя топим в черных мыслях. Значит, надо каким-то образом сделать все, чтобы в вашу душу зашли какие-то иные образы, представления. То есть вы должны открыться каким-то иным восприятием, отвлечься. То есть загипнотизироваться на что-то, на искусство, на гипноз психотерапевта, который в наушнике, например. На музыку, на общение, на все, что хочешь. Основными причинами проявления апатии ученые считают, что это влияние спада солнечного света. На этом фоне и появляются гормональные изменения в организме человека. Кстати говоря, статистика показывает, что люди заедают свое негативное настроение. Повышение аппетита к сладкому помогает людям чувствовать себя лучше. Верно ли это, по мнению психолога? Отвлекайтесь чем угодно, даже едой. Вот вы кушаете какой-то пирожок хороший, пахучий. Вот вы уже забыли со своих черных мыслей, вам в это время легче? Другой вопрос. Сколько надо пирожков есть, чтобы отвлекаться от мыслей? Можно вообще переесть так, что будут проблемы? Поэтому, с моей точки зрения, сама по себе проблема ожирения автоматически не приводит к депрессии, конечно. В итоге мы имеем то, что с плохим настроением каждый человек может справиться самостоятельно. Главное помнить, что постоянное пребывание дома и безделья вместо активного отдыха вгонит в депрессию даже оптимиста. Дарья Митина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова